Сегодня у нас второй день интенсива хороший код в рамках курса Java Developer Basic. Сегодня мы поговорим, еще раз вспомним, что же такое хороший код, все-таки зачем он нужен и что это такое. И поговорим о конструкторах, об обработке ошибок, о комментариях и немножко о dependency inversion. То есть продолжим темы, которые вчера начали. Ну, то есть большую тему про хороший код. Два слова обо мне. Меня зовут Стрекалов Павел. В Otus я преподаю на нескольких курсах на Java, также руководитель курса по SQL Server, ну и еще на ряде курсов преподаю. Вот в IT я уже порядка 15 лет. Основной стек у меня разработки это C Sharp, Java и SQL Server. Ну, также и много остального, и на фронт-энде приходится работать. Ну, в основном все-таки вот бэкэндовские. Итак, что же такое хороший код? Может, видели вот такую картинку, как на слайде, что качество кода у нас измеряется вот VF в минуту. То есть вы в идеале должны код читать просто вот как книгу читаете, как какую-то статью просто читаете, и вам все должно быть понятно. Не должно быть такого, что на каждой строчке спотыкаетесь и схватаетесь за голову и говорите, что же это такое, что это все значит. Или на каждой строчке вам нужно лезть куда-то в метод, то есть реализацию этого метода в том методе еще глубже, ну и так далее. Это, конечно, все возможно, это все реально прочитать, но это все затрудняет понимание. Ну и как бы голова у нас не бесконечная, то есть в голову влазит определенный объем информации, то есть не все можно понять. А если вы не все поймете, то, соответственно, можете сделать какие-то ошибки в коде, ну или просто не реализовать то, что от вас требуется. Ну еще вот такая цитата есть, тоже может встречались, можно ее тоже привести, повторить. Пишите код так, как будто поддерживать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. Вот это цитата то ли Стива Маконнова, то ли Джифа Вудса, там по разным источникам разные говорят. Ну то есть для чего нам нужно писать хороший код? Для того, чтобы его сопровождать. То есть мы когда код пишем, он в итоге у нас компилируется в машинные коды, и процессору вообще без разницы, как вы написали ваш код, как он выглядит, вообще по барабану абсолютно. Ну если он решает, конечно, поставленную задачу. То есть мы подразумеваем, что все-таки код решает задачу, ради которой он создавался. Иначе это просто совсем бесполезный код. Но проблема возникает в том, что нам в этот код нужно вносить изменения. То есть если бы изменения не вносили, то вообще без разницы, как вы что написали. Один раз написали и забыли, все, работает и хорошо. Но у нас происходят изменения. То есть либо мы какие-то фичи добавляем в хотелки пользователей, либо у нас в законодательстве, например, какие-нибудь изменения происходят, если у нас какая-то бухгалтерия, налоговая система, либо каким-то другим. Либо мы просто ошибки чиним, исправляем баги, либо с производительностью боремся. Производительность можно и в сторону багов, и в сторону фич отнести. А для того, чтобы нам внести какие-то изменения в код, нам нужно найти место, где вносить эти изменения. И нам нужно код прочитать. То есть он должен быть понятен для понимания. И вообще мы код чаще читаем, чем пишем. То есть 90% времени, по некоторым оценкам, код читается, а 10% только пишется. В чате вопрос, сколько по времени идет вебинар. Ну, ориентировочно час-полтора. Где-то так. Ну, в районе часа, я думаю, должно быть. Так, ну, давайте поговорим. Сначала поговорим о конструкторах. То есть посмотрим на ряд моментов, какие бывают ошибки в коде в плане читаемости именно. То есть как можно улучшить код, чтобы он был понятнее. Понятнее и вам, когда вы через несколько дней к этому коду обратитесь. Поверьте, это будет уже совершенно другой человек по отношению к этому коду. Или какой-то другой ваш коллега, который будет сопровождать этот код. И начнем с конструкторов. То есть в Java есть конструкторы. Я предполагаю так, что вы знакомы с языком Java. Какие-то основы знаете. Синтакси знаете. Про ООП имеете представление. То есть что такое инкапсуляция, полиморофизм, исследование знаете. Этого в рамках вебинара поясняться ничего не будет. То есть какие-то базовые знания у вас все равно должны быть. Но вначале я говорил, сейчас скажу, что вебинар ориентирован все-таки на начинающих программистов. То есть если у вас какой-то более-менее опыт с Java есть уже такой серьезный, то может вы здесь ничего нового и не найдете. А вот именно для тех, для кого ориентация у нас курса Java Basic, для начинающих, для этой аудитории сегодняшнее занятие. Но какие-то базовые знания у вас все-таки должны быть. Итак, у нас есть Java конструкторы, с помощью которых мы создаем объекты. Какие у нас проблемы у этих конструкторов? То есть с одной стороны вроде конструктор и конструктор, какие у него могут быть проблемы. Тем не менее, когда мы начинаем писать какой-то код, пытаемся его в более поддерживаемом, скажем так, в более поддерживаемом виде писать, мы сталкиваемся с рядом проблем. Первое – это жесткая связанность с нью. То есть такой термин «каплинг» есть. То есть у нас жестчей связанности не бывает. То есть мы, если где-то объявляем нью и какой-то класс, там employee, например, сотрудник, либо еще что-то, у нас этот employee должен быть всегда. У нас не может быть так, что мы где-то его потом подсунем на этапе запуска, работы приложения. То есть тут вопросов нет. Следующий момент – у конструкторов нет имени. Если конструкторов несколько, то непонятно, какой из конструкторов использовать. То есть если их один-два, вы на память можете помнить. Если их больше, то уже сложно понять. То есть именно глядя на сам конструктор, какой что обозначает. Конечно, можно прочитать документацию, можно залезть в исходный код. Но это все время мы как раз говорим о том, чтобы как нам упростить меньше тратить время на понимание кода и меньше мысли топлива на это тратить, на чтение кода. Следующий класс может иметь только один конструктор заданной сигнатурой. То есть у нас перегрузка конструкторов есть так же, как и перегрузка методов, но мы не можем терпеть два конструктора, которые принимают целое число. Допустим, нам нужен такой конструктор, мы это сделать не сможем. Мы должны как-то исхитриться. Если много примитивных параметров применимается, то тоже в них можно запутаться, но позже мы увидим. И еще один момент, что должен всегда объект создаваться. То есть, например, мы хотим реализовать логику, чтобы у нас либо кишировался объект, либо только в одном экземпляре он был. Конструктор напрямую нам это не позволяет сделать. Вот для того, чтобы бороться с этими проблемами, может, не проблемы, а особенности, это сказать, придуманный ряд приемов. Подробнее об этом, то, что на этом слайде написано, можно в книге прочитать Java эффективное программирование. Там в начале книжки об этом говорится. И как можно с этими проблемами бороться? Мы посмотрим более-менее внимательно с вами на два подхода. Статические фабричные методы и паттерн билдер. Он же строитель. Ну, также, кто знаком уже с паттернами, может, слышали о порождающих паттернах. То есть паттерны – это некие подходы общие, которые общеприняты уже довольно давно, которые подсказывают, как организовать код в каких-то ситуациях. И есть вот такая группа порождающих паттернах. Она, вся группа как раз борется с этими недостатками конструкторов. Мы только на некоторые моменты посмотрим. Что такое статический фабричный метод? Так, в чате вопрос я пропустил. Если можно коротко разобрать иерархию классов, переменных и методов, нет четкого понимания. Так, не знаю, может, это за рамками занятия темы. Иерархию классов, переменных и методов. Вот я unnamed 20, 92, 53 не очень понял, что вы имеете в виду. Может, поясните под иерархией классов. Если под наследованием вы имеете в виду, ну, нет, это за рамками занятия. То есть мы сильно глубоко не будем от темы уходить. Если что-то непонятно, совсем будет. То есть в рамках сегодняшней темы я, конечно, буду пояснять. А если за рамками вебинара мы все-таки за рамки сильно выходить не будем, в таком случае рекомендую вам просто дополнительно ознакомиться, а потом к этому вебинару вернуться и посмотреть в записи. То есть запись будет на YouTube после окончания. Можно его будет повторно посмотреть. Так, то, что не бывает конструкторов с одинаковой сигнатурой не проблема, это решение проблем. Ну, как бы, хорошо, что вы не попадали в эту проблему. У меня, я в моей практике тоже такой проблемы прямо не ощущал. Ну, может быть, потенциально. Запись, да, будет, я уже сказал. Так, еще момент скажу, что надо было вначале говорить. Сейчас скажу, у нас с вами задержка секунд может 20-10-20 между тем, что я сказал и когда вы это слышите. А в чате в реал-тайм, то есть в чате сразу появляется то, что вы пишете. Поэтому может у нас несколько раз задержка такая в коммуникации быть. Имейте в виду. Особенность YouTube. Так вот, давайте вернемся и посмотрим на статический и фабричный метод. То есть как он позволяет нам улучшить код именно с точки зрения конструирования объектов. Примеры приведены из GDK, из стандартной библиотеки. Вот, например, у нас есть класс Boolean, и там есть метод ValueOf. То есть по сути этот метод и есть конструктор, он логически конструирует объект Boolean, то есть логическое значение, из символьного представления. То есть сюда передается строка true или false. Объявлен он вот таким образом. Это статический метод, который возвращает Boolean, значение ValueOf, и сюда передается строка. Ну, дальше вызывается parse Boolean, метод внутри. Вот он тоже внизу на скриншоте. И, соответственно, возвращается либо true, либо false. Что мы здесь имеем? Ну, более удобное у нас как бы использование Boolean ValueOf. То есть можно было просто new Boolean написать туда, строчку передать, перегрузив Boolean просто. Ну, так вот как-то более читаемо. Хотя в Boolean не очень явно обидно, более явный пример мы с вами чуть позже увидим. Косвенный эффект вот еще от ValueOf, ну, от применения статических фабричных методов вместо конструктора, это использовать мы можем какое-то кеширование, либо вот Singleton, можно сказать. То есть когда нам нужно только одно значение, да. Вот объявленные вот в классе Boolean, вверху вот тут на скриншоте, не знаю, насколько различимо, но публичные поля, просто static final поля, константа true и false, и они сразу объявлены вот значениями new Boolean со значением true и Boolean false. И тогда возвращается уже не, то есть каждый раз в методе ValueOf возвращается не новый объект, а используется вот уже созданный заранее. То есть мы еще получаем аутиширование. Вот, можно тоже взять на заметку себе, то есть не тратить лишние ресурсы. Вот в классах Integer тоже вот есть подобные методы, ну, и во всех вот классах обертках, то есть мы сейчас не будем тоже останавливаться, что есть примитивы, есть классы обертки, которые с большой буквы пишутся. Но вот в классах обертках для примитивов есть подобный метод. То есть вот, например, распарсить строку 10, превратить в число, можно вот таким образом в Integer. Вот, более такой явный пример может и польза. Давайте вот посмотрите, вот BigInteger есть класс такой, который позволяет работать с большими числами, с очень большими числами. И у него вот есть такой конструктор, который получает 1, 100 и NewRandom. Как вы думаете, что может значить этот конструктор? Ну, можете в чат написать, ну, или просто про себя подумать, что бы это могло значить. Я долго ждать не буду ответов. Я покажу вам именно применение статического фабличного метода вот для этого конструктора. То есть вот это то же самое, что вот здесь наверху строчка BigInteger и вот эти числа и конструктор, ну, и статический фабличный метод ниже. То есть это Probable Prime. То есть это какое-то большое простое число. Используется в неких, ну, в каких-то криптографических алгоритмах. То есть когда вы вызываете вот такой статический фабличный метод BigInteger Probable Prime, вы уже понимаете, да, что этот метод вернет, ну, создаст этот метод вот через такой конструктор какое-то число, которое будет простым. А вот с таким конструктором это вот совсем не читаемо. То есть, да, мы можем почитать документацию, опять же повторюсь, зайти туда, но вот глядя просто на эту строчку, это сложно понять. Только если вы запомнили это и часто с этим работаете. Ну, ниже на слайде еще несколько примеров статических фабличных методов, которые вот здесь в Java, в Optional классе. Есть метод Empty, который как бы пустой Optional представляет. В классе Collections есть, например, методы ModifiableList, ModifiableSet и так далее, куда передается какая-то коллекция и возвращается немодифицируемая коллекция. Вот, либо с календарем, например, нет, где-то instance. То есть, как вы видите, то есть можно вот таким образом улучшить код и увеличить читаемость. Недостатки вот этих методов, таких вот valueOf, и так далее, в том, что не всегда понятно, что это именно конструктор. То есть это просто, когда вы вызываете конструктор, вы понимаете оператором new, что у вас вызывается конструктор. И различные утилиты документирования тоже. JavaDoc, который документирует, он может распарсить, то есть конструктор, и вывести вам в документацию, что вот такие-то конструкторы есть. А вот такие методы, ну, не очень явно, как бы просто метод и метод, а конструктором или не конструктором не совсем понятно. Ну, такой, не то чтобы существенный, но небольшой недостаток. И в JDK и вообще в Java принято, вот когда вот такие конструкторы пишите, которые создают, такие методы статические, которые создают объекты, вот некоторые стандартные слова, скажем так, использовать, то есть from, of, value, of, либо instance, instance вот часто, когда getinstance, когда singleton, например, используется, то есть одиночный объект создается. Вот тут подробно я не буду разбирать, может, вы прочитали что-то, ну, или потом вернетесь, пересмотрите и запомните. Ну, вот это два слайда тоже вот из этой книжки Java эффективное программирование. Вот, метод create можно называть, либо new instance, то есть чтобы сразу подсказать тоже, что у нас это создается новый объект. Про именование вчера на занятии говорили, поэтому я на этом уже сегодня не останавливаюсь, о важности наименования и переменных, и методов, ну и так далее. Вот, следующий момент, это когда у нас в конструкторе много параметров, то есть вот, например, вот такой класс, у нас какой-то класс есть, он представляет, допустим, этикетку на продуктах, которые пишутся, и тут разная информация. И мы вот создаем такой класс и передаем туда вот эти все поля. вопрос, что все эти числа значат? Вообще непонятно. То есть, опять же, глядя вот просто на код, вы не можете сказать. Да, идея может подсказать, тут пишут в последних версиях имена параметров, но на это не стоит так уж полагаться, не всегда на нас может подсказать. То есть, я думаю, вы поняли, да, в чем здесь такое неудобство, то есть числа и числа, а какие они, непонятно. Что с этим делать? Для этого используется pattern builder, либо строитель, называется по-русски, переводит. Как он используется? Мы получаем некий builder, как он реализован, мы чуть попозже посмотрим. Передаем туда какие-то обязательные параметры, ну, тут два параметра уже, не так сложно запомнить какие, хотя тоже тут не совсем ясно, да, какие-то параметры, но, тем не менее, уже лучше. А дальше вот таким синтаксисом точка, ими метода, то есть калории, например, задаем 100. Дальше следующее значение задаем тоже 35. То есть, это вот имена полей, можно сказать, все. Имена полей соответствуют именам метода. То есть, ну, если знакомы вам там сеттеры, геттеры, то есть можно сказать, это сеттеры, ну, просто без слова сеттеры. То есть, таким образом мы наполняем, задаем значение полей, а потом вызываем метод build и получаем продукт, ну, класс, который нам нужен, а точнее объект, экземпляр класса. Ну, сравните два этих кода, вверху и внизу. Видите, что внизу гораздо понятнее и читаемее код. То есть, здесь вам бы пришлось куда-то лезть, опять же, в определение этого класса и изучать, что вот эти все поля значат. Вот как устроен внутри builder. Вот у нас есть класс, который мы хотим, для которого хотим сделать builder. Ну, дальше builder мы определяем, можем как внутренне определить, как в этом примере, либо можем как снаружи определить, это сути не меняет. Вот он здесь вынесен. То есть, вот таким синтаксисом builder мы обращаемся вот к этому классу. Вот его конструктор builder. Сюда мы передаем обязательные параметры. Вот их сюда, вот они передали 248 и запомнили их. Ну, можно дополнительно здесь проверку сделать. О проверках тоже попозже поговорим. Ну, здесь мы для упрощения примера, просто здесь, чтобы нам на builder сконцентрироваться, лишнего кода не было. Вот передали обязательные параметры. Мы не сможем вот этот builder создать, не передав сюда эти значения. То есть, мы всегда их передаем и запоминаем. Еще не в нужный нам класс, а вот именно в поля builder. То есть, мы накапливаем значения полей. Дальше у нас есть группа необязательных полей. Мы их вот вызываем методы для поля. Вот здесь показан только один метод, калории. Передаем сюда значение, запоминаем это значение в поле, вот в этом поле. И возвращаем, вот тут интересная особенность, именно сам себя. То есть, возвращаем здесь именно класс builder. То есть, этот же экземпляр builder, который у нас был. И тогда мы можем дальше через точку вызывать и другие методы этого builder. В конце мы вызываем метод build. То есть, в каждом из этих методов мы запомнили значение полей. Здесь в конце вызываем метод build. Этот метод, который у нас. То есть, здесь можно уже нужный класс нам вручную построить. Вот с использованием вот такого, в принципе, подхода. Ничего страшного, потому что у нас этот конструктор подобный будет уже внутри класса. Мы не будем его использовать. Мы будем удобный builder использовать. Но здесь у нас немножко другой подход, интересный. У нас вот в этот класс нужно нам, передается в конструктор builder. Вот в класс передается builder. И здесь уже в поля значения забираются из builder. Из builder забираются поля и получается нужный нам класс через ретур. Если нет вопросов, прошу плюсики в чат написать. Если вопрос есть по builder, то напишите. И вот такая концепция, вот такой синтаксис, когда мы пишем метод, точка, метод, точка, он называется еще текучий интерфейс, fluent интерфейс. То есть, имейте в виду, если где-то встретите такой термин, то вот это вот такой подход к проектированию. Следующий момент относительно конструкторов, это дублирование. То есть, часто нам требуется несколько разных конструкторов сделать. Например, у нас есть класс employee, сотрудник, мы хотим сделать конструктор, когда мы передаем имя. Например, другие поля мы не знаем. Либо мы передаем имя и возраст, либо передаем все имя, возраст и департамент ID, подразделение, идентификатор подразделения. Первый способ, который, к сожалению, часто встречается, что мы можем сделать, во-первых, в каждом конструкторе у нас дублирование идет. То есть, передали name, this name, равно name. То есть, присвоение в поле у нас дублируется и здесь, и здесь, то есть, и здесь, то есть, везде. А второй момент, мы хотим провалидировать. То есть, если нам передается имя null, либо пустое, чтобы у нас такой объект не создавался и была передана ошибка. То есть, бросаем исключение. Я предполагаю, что с концепцией исключений вы знакомы, но мы еще поговорим о них. То есть, если нам передали null в name, то мы бросаем исключение. В другом конструкторе тоже. Если name, передали null, то бросаем исключение. Если возраст меньше нуля, то говорим, что у нас возраст меньше нуля. Ну, и так далее. То есть, как вы видите, у нас дублирование кода. Если где-то мы, захотим эту логику поменять, то нам в нескольких местах придется менять. Либо мы можем где-то забыть, добавить эти проверки. То есть, если у вас вот несколько конструкторов подобных, то не забывайте, что вы можете вызывать конструктор самого себя. Вызывается с помощью синтаксиса от is. То есть, всю логику проверки мы пишем в одном конструкторе, в последнем, самом, где много полей передаем, много значений. Здесь валидируем все эти значения, присваиваем поля, а в других конструкторах мы вызываем вот этот конструктор как раз где-то три поля, но передаем туда null, например. То есть, первый конструктор у нас вот такой, то есть, будет выглядеть уже следующим образом. Просто this, это значит вызов вот этого конструктора, передаем туда name и два значения null, то есть, h и department id, они у нас null. А во втором конструкторе уже name и h передаем. Таким образом, у нас вся логика сохраняется в одном месте. И что касается еще организации кода самого класса, то рекомендую конструктору вот именно в таком порядке указывать. то есть, сначала где маленькое количество параметров, потом где больше, ну и такой, такой основной конструктор в самом конце. Вот. И поля перед конструктором, то есть, сначала идут поля, потом конструкторы, а потом уже методы. Ну, как-то так привычнее читать класс. Иногда просто бывает, что поля где-то по классу разбросаны, это вот сложно читать. И конструкторы тоже лучше, чтобы вместе в одном месте были. Так, коллеги, по конструкторам, собственно, все, что я хотел, на что хотел обратить внимание. То есть, когда много конструкторов у нас разных, нам помогает статический и фабличный метод, а когда много различных параметров, паттерн билдер. То есть, не надо сразу, например, делать паттерн билдер, когда у вас один конструктор только. То есть, это уже такой оверенженерный, называется. То есть, именно когда вы видите, что у вас класс растет, когда вы получаете какие-то вот такие картины в вашем коде, тогда стоит задуматься и переделать вот на паттерн билдер. А если по конструкторам нет вопросов, тоже попрошу плюсики в чат и будем дальше двигаться. Дальше поговорим про обработку ошибок. В мире программирования у нас два основных подхода к обработке ошибок. То есть, у нас часто, ну, часто, не часто, но всегда какие-то ошибки могут произойти и нам нужно их корректно обрабатывать, чтобы просто не свалиться, не упасть в приложении. Первый подход у нас к обработке ошибок это возврат кодов ошибок. Это иногда C стилем называют, то есть, в языке C именно он принят. Что это значит? Когда мы выполняем метод, мы помимо результата возвращаем еще статус. Обычно, если 0, то у нас все хорошо, значит, а если какое-то другое число, то это код ошибки. Возможно, вы сталкивались с таким подходом. И здесь не всегда удобно интерпретировать этот код, то есть, понимать, какой код чему значит, но еще более серьезная проблема, непонятно, как возвращать несколько значений. Иногда это относительно несложно сделать, а иногда это довольно сложно или непонятно. То есть, несколько значений можно, например, класс новый сделать. Вчера такой пример был, похожий, что если нам нужно несколько значений вернуть, мы можем сделать класс с нужными полями и в одном поле, например, код ошибки будет в другом возвращаемое значение. это как-то странно очень будет выглядеть. В каких-то языках можно использовать out переменные, например. А другой подход, это у нас исключение, то есть тот подход, который именно в Java принят. он дает нам преимущества, на них мы сейчас посмотрим. То есть, вот, например, первое, что нам дают исключение, это отделение кода обработки ошибок от обычного кода, от кода бизнес-логики, что называется. Например, мы хотим прочитать файл. Здесь на экране некий псевдокод такой, не совсем Java, но суть должна быть понятна. То есть, в Java один на один маппится этот код логически. То есть, при чтении файла мы должны открыть файл, определить размер, память выделить, ну и так далее. И на каждом из этапов могут быть какая-то ошибка, если файл не может открыть, если длину файла нельзя определить, ну и так далее. При обычном подходе, не при обычном, а до появления исключений, скажем, в сей стиле код выглядеть может вот таким образом, примерно. То есть, мы объявляем перемену error code, более того, как вы видите, она здесь такая относительно глобальная, открываем файл, проверяем файл открытый или нет, то есть проверяем эту перемену error code, дальше делаем какую-то операцию опять, проверяем нет ли ошибок, если ошибка есть, вот error code, значение ставим какое-то, минус 1, значит, у нас один тип ошибки, минус 2, другой тип ошибки, ну и так далее. И в конце из этого метода чтения файла вот этот код ошибки возвращаем, то есть мы прочитали файл куда-то и вернули значение в виде кода ошибки. ну, а другой способ у нас это исключение. Здесь мы уже не смешиваем вот такой мишанины нет, кто вот не понял, что здесь происходит, это даже хорошо, потому что вы поняли, что здесь может даже сложно разобраться, если мы используем исключение, то мы просто в блоке try пишем наш код бизнес логики, открываем файл, определяем размер, ну и так далее, и в блоках catch уже обрабатываем ошибки, то есть если файл не открыли, либо еще какие-то другие память не удалось выделить, и можем обработать соответственно ошибку, то есть у нас обработка ошибок отдельно, действия сами отдельно, то есть у нас код более чистый получается, и проще его понимать, то есть с точки зрения читаемости кода, как вы поняли, используйте исключения, в Java принято использовать исключения, тем не менее иногда в каких-то ситуациях все-таки встречается вот такой подход с использованием кодов возврата, это очень странная ситуация, но если какой-то проект старый и писался какими-то странными программистами, и этот проект вам придется поддерживать, то можете и такое встретить, но тогда не нужно смешивать эти два подхода, то есть если у у вас в проекте идет уже подход с кодом возврата ошибок, то надо уже его придерживаться, тут лучше не смешивать, ну или как-то постепенно рефакторить, исключений, правильный подход с помощью исключений работать. Другое преимущество, которое мы получаем при использовании исключений, это передача ошибок по стеку вверх, я надеюсь тоже с концепцией стека знакомы, то есть если мы вызываем метод 1, в нем вызываем метод 2, в методе 2 вызываем метод 3, и например вот здесь случится ошибка, то бросится исключение, то оно вверх поднимется, и мы его увидим, то есть вот здесь в примере мы вызываем в блоке try метод 2, при этом в методе 3 может возникнуть ошибка, и мы эту ошибку все равно словим, вот здесь в блоке catch, мы ее поймаем, то есть она будет нам видна, если мы используем подход с возвратом значений, то у нас вот какой-то такой код получается, это конечно уже гораздо сложнее понять и читать, дело не в том, что даже прочитать, вы один раз прочитаете и вроде как поймете, а потом нужно будет что-то поправить, вы тут поправили, тут не поправили, тут вроде подумали, что поняли логику работы, на самом деле не поняли, логика другая и по-другому что-то сделали и все сломалось с исключениями подход гораздо проще и линейнее получается вот и последнее что мы получаем с исключениями это группировка и дифференциация ошибок, то есть мы можем обрабатывать именно конкретные ошибки, то есть исключением давать понятные имена, не просто числа, а понятные имена, во-первых файл не найден и обработать такое исключение уже в логике конкретно либо просто ошибку вывести, либо каким-то другим способом, либо вот IO exception это ошибка ввода и вывода тоже что-то что-то сделать вот это о том что есть два подхода то есть коды возврата и исключения и нужно использовать исключения то есть коды возврата не нужно использовать в рамках курса у нас на java professional все-таки иногда встречались в домашних заданиях использовали коды возврата то есть не нужно использовать исключения если вы еще не знакомы то есть если сейчас что-то непонятно было именно в плане работы с исключениями то рекомендую эту тему подробнее изучить ну или приходите к нам на курс там мы это все подробнее рассматриваем так что касается дальше работы с исключениями как вы поняли уже работать то есть обрабатывать исключения хорошо но и мы можем также бросать свои исключения то есть мы это видели вот в примере с валидацией когда конструкторы о конструкторах говорили также просто в методах мы можем тоже валидировать вот в домашних заданиях тоже у нас есть такой пример с банкоматом на курсе java professional вот у нас теперь есть банкомат ATM и у него есть метод выдать деньги и мы туда какое-то значение передаем ну и наш банкомат не может отрицательное количество денег выдавать если получает отрицательное количество денег он бросает исключение и допустим мы бросили вот такое исключение through new runtime exception тогда у нас будет вот такого вида ошибка мы увидим здесь что это runtime exception мы увидим строку кода мы туда можем перейти что-то разбираться и так далее но это не очень хороший подход то есть если мы сделаем более специфичное исключение и передадим туда больше информации то ошибку можем получить вот такую то есть смотрите давайте вниз посмотрим слайда более понятная ошибка во первых исключение тут runtime exception это просто общее исключение но ни о чем нам не говорит о том что просто ошибка а если мы бросаем illegal argument exception это именно в данном контексте мы понимаем что у нас ошибка с аргументом мы уже это знаем нам уже не надо лезть в исходный код мы вот по этому тексту понимаем что у нас ошибка с аргументом дальше читаем если мы передали полезную нужную информацию еще мы сразу читаем что money to ядро то есть количество денег которое мы хотим снять должно быть больше нуля но мы передали минус 10 все нам вот прочитав вот это сообщение даже не нужно лезть в исходный код и чтобы понять в чем было дело если мы просто runtime exception то у нас нет никакой информации мы не понимаем ну что именно произошло мы можем залезть в эту строчку кода посмотреть понять что то есть смотрим сюда глазами потом смотрим сюда понимаем что вот это с параметром что-то не то а какой передали параметр непонятно то есть иногда это и бесполезная информация но часто по передному значению можно какие-то ну проблемы разобраться с проблемами более быстро поэтому отсюда какие выводы во-первых бросайте более специфичное исключение то есть про иерархию мы чуть вспомним еще исключение но вот здесь illegal argument exception то есть это исключение конкретно говорит что что-то не так с аргументом а внутри в тексте пишите более-менее понятное сообщение по крайней мере с каким аргументом что-то не так а лучше вот более развернуто что случилось это вам сэкономит много времени когда вы ошибку подобную получите и по тексту вы уже поймете что не так вот и вот непосредственно классы exception runtime exception trouble и error лучше не использовать то есть лучше специфичные либо то есть стандартные более специфичные либо создавать свои исключения то есть тот же пример например с банкоматом мы можем создать свое исключение вот таким образом класс создаем и исключение not enough money exception то есть мы будем бросать это исключение когда у нас будет недостаточно денег в банкомате и расширяем ну наследуемся от runtime exception и еще два конструктора создаем то есть в один мы передаем уже например не сообщение а просто ATM ID ну у нас чтобы было понятно по ошибке с каким банкоматом проблемы а второй конструктор у нас примет ATM ID и еще throwball но об этом throwball чуть позже и сам текст сообщения вот можно как бы сюда вшить в наше исключение то есть не везде вот по тексту писать вот в таком стиле да что не хватает денег не хватает денег а мы в одном месте вот в нашем исключении такой человеческий человеческий читаемый текст написали какие-то параметры сюда задали и можем таким вот образом получить ошибку внятную то есть например как будет работать вот мы блоки try вызываем метод give money и просто в нем бросаем исключение ну тут для демонстрации просто сразу бросаем конечно у нас какие-то условия там должны быть и так далее 123 это как будто бы одичник банкомата с которым мы работаем тогда у нас когда дойдет до этого метода give money вот просто будет ошибка но ты у нас money и на тм 123 то есть недостаточно денег в банкомате 123 это текст вот отсюда берется при этом есть вот цепочки исключений для чего это нужно часто тоже когда вы обрабатываете какое-то исключение полезно обернуть его в свое исключение то есть чем свои исключения полезны тем что мы можем их вот обрабатывать то есть например вот здесь блоки кетч мы указали что мы обрабатываем именно вот это наше исключение ну и что-то с ним сделаем а дальше уже более общие исключения также это в тестах удобно то есть если бы у нас не было своего исключения то для того чтобы протестировать что у нас бросается нужное исключение при определенных условиях если мы например тот же illegal argument exception будем бросать нам нужно этот текст в исключении парсить смотреть ну не парсить просто с текстом сравнивать ну что не очень хорошо текст может поменяться в тестах не поменяться ну нехорошо если мы можем работать с типизированным представлением то есть именно указывать какой тип исключения мы хотим поймать при определенных ситуациях лучше именно использовать такой подход и что важно вот возвращаемся к цепочке исключений когда мы создаем новое свое исключение это может быть например runtime exception обычный мы можем передать еще вот это исключение которое возникло в конструктор в конструктор передаем что это значит этот это исключение мы передаем дальше в родительский конструктор супер и к этому исключению первоначальному мы можем через метод getcos обратиться то есть у нас таким образом цепочка исключений создается и мы можем понять какие исключения за каким следовали то есть если мы этот exception сюда не будем передавать его не будет тогда у нас это исключение будет само по себе и мы не сможем понять что у нас предварительно было еще вот это исключение поэтому при таком вложении всегда вкладывайте оригинальное в чате замечание генерировать исключение звучит гораздо более по-русски тут очень большой вопрос что по-русски а что не по-русски по-английски или наруглише потому что ну если дословно да throw это все-таки бросать ну как бы соглашусь с вами может генерировать более по-русски но кто-то вас может и не понять то есть тут такая помесь непонятного словообразования скажем так что ну если будете программировать общаться то уже ну как можно сказать это специальные термины как-то да бросать исключение вот потому что вот все ругаются на переводы книг немножко в сторону отойду айтишные там поджали тоже и в чем проблема этих книг в большинстве случаев как раз в том что все хотят красивым русским языком перевести и написать вот иногда такие переводы что сидишь и за голову хватаешься и думаешь что что хотел переводчик сказать вот посмотришь на английском вроде понятно ну или как-то в голове это все интерпретируешь вот а если бы он там просто написал даже без перевода термин сейчас конкретно не скажу из памяти какой-нибудь такой интересный пример может вы встречались если книги читали вот то есть перевод это такая отдельная история редко хорошо переведенную книгу встретишь так чтобы сказали вот отличный перевод часть часто чаще наоборот отзывы о переводах айтишных книг так но это немножко в сторону так в общем возвращаемся что касается своих исключений то хороший подход это использовать свои исключения не забывайте об этом что можно использовать свои исключения вместо того чтобы бросать стандартные и некоторые рекомендации есть у того же Джорджа Блох наоборот по максимуму использовать стандартные исключения illegal argument и другие illegal state я все-таки склоняюсь что да их использовать по назначению где аргументы проверяете зачем вам свой придумывать но в каких-то таких бизнес ситуациях в данном случае денег не хватает либо еще что-то лучше свои исключения создавать это потом принесет пользу и не забывайте что вы можете тоже иерархию своих исключений сделать в примере с банкоматом может какой-то ATM exception быть и дальше иерархия то есть наследуется ATM exception какое-то более конкретное исключение и так далее что касается иерархии исключений немножко вспомним в Java у нас есть throwball класс с ним вообще не нужно работать вот то есть мы его вот здесь с вами встречали потому что он сюда принимается и дальше в родители принимается а на самом деле то есть свои throwball объекты не нужно создавать но так передавать конечно можно вот следующий от них наследуется это гера различные ошибки например недостаточно памяти ошибка ну или какие-то другие гера создавать тоже не надо их наследников наследников гера потому что это внутренние ошибки gdk и ловить их тоже не стоит то есть если вы будете обрабатывать например ошибку что недостаточно памяти вы ее поймаете а дальше непонятно что то есть not enough memory error то есть памяти уже нет а вы еще что-то там хотите сделать и это непонятная ситуация то есть в каких-то задачах если что-то поисследовать поэкспериментировать поизучать это конечно но мы говорим про production код там не нужно так делать то есть это внутренние ошибки вот нужно работать с exception и с runtime exception exception это так называемое проверяемое исключение то есть мы их должны указывать в методах в сигнатурах методах runtime exception непроверяемое исключение вот лучше работать с runtime exception то есть изначально в java вроде все надеялись и думали что это идея с проверяемыми исключениями очень хорошая и и вот ее сделали но по факту получилось что с ними работать не очень удобно поэтому лучше использовать runtime exception и в популярных фреймворках тоже идет тенденция что runtime exception использует тот же spring там различные другие фреймворки вот ну ловить в кейч можно exception так в чате слова разных языков не соответствуют однозначно прогенерировать да мы поговорили немножко про переводы давайте дальше еще немножко в тему исключений тоже когда вы например в идее реализуете интерфейс она может вам создать вот такие заглушки методов возвращать 0 либо false либо now либо new object вот эта идея сгенерирована то есть если написать имплемент с листа потом нажать там будет подсказочка сгенерировать ну или вы сами можете подобный код написать так вот не пишите такой код ни в коем случае вообще никогда если вы метод не реализовали что вполне допустимо то есть либо он у вас в процессе работает либо он не должен вообще быть реализован по каким-то причинам это как бы звоночек чтобы разобраться почему он не должен быть реализован и как-то архитектуру изменить но вот если он не должен быть реализован бросайте всегда в нем исключение вот исключение ну такое более-менее стандартное для этой ситуации onSupportedOperationException. Можно тут в скобках написать еще какой метод. Можно и не писать. В принципе, по стеку видно, какой метод не реализован. Чем это плохо? Чем плохо вот такой подход, когда вы как будто бы не реализовали, но на самом деле реализовали. То есть в первой части вверху кода мы вызовем вот этот myArrayListBet и вызовем метод contains. Он нормально вызовется и скажет false. Скажет false, скажет такого значения нету. Ну и вы поверите этому. Вы в код не полезете, не будете же каждый класс метод проверять, что он там действительно реализован. Вы вот поверите, что этот класс хорошо работает, он компилировался, сказал вам false, ну и все. А на самом деле он всегда возвращает false и даже когда вы что-то захотите там добавить, как-то работать с ним, он вас просто обманет. Вот. Поэтому, чтобы на какие-то такие ошибки не натолкнуться, всегда в нереализованных методах бросайте исключения. То есть и потом, ну, постепенно их реализуете и все как бы нормально будет. Вот. Во втором случае, если мы исключения бросаем, мы сразу получим исключения. То есть мы сразу видим ошибку. Чем раньше мы ошибку получим, тем лучше. То есть в первом случае вы там от какого-то клиента через месяц, через год после того, как код в продакшен разместили, получите какой-нибудь инцидент, что что такое у меня не работает, полезете копаться, разбираться и поймете. А здесь вы уже при компиляции, ну, или при прогоне каких-то тестов, ну, гораздо быстрее обнаружить такую ошибку. Так. То есть вот это очень важное замечание. Очень часто встречаю такое, поэтому возьмите на заметку обязательно. То есть если еще метод не реализовали, бросайте в нем исключения просто. Это поможет вам быстрее обнаружить ошибки. Еще касательно исключений в блоке кетч. Пустой блок кетч. Очень странный, непонятно зачем он сделан. то есть обычно исключения, ну, код оборачивается в трай, чтобы поймать какое-то исключение и чтобы с ним какую-то логику сделать. Поэтому не то, чтобы так нельзя писать, но это повод обратить внимание, зачем такой код нужен. Чуть лучше, но тоже не идеал, какой-то комментарий написать в кустом кетч, почему так сделано. Иногда, да, действительно приходится давить какие-то исключения и это вписывается в общую логику. То есть если по коду понятно логика, то можно, ну, какой-то комментарий вот здесь ноб, иногда так принято, ноу оперейшн. То есть, ну, то, что вы не случайно здесь пусто оставили, а вы сознательно здесь пусто оставили. Либо более внятный какой-то расширенный комментарий описать, по какой причине здесь у вас пустой кетч. Вот, чтобы и вам потом вспомнить, ну, и коллегам. Также часто встречается вот, особенно вот в работах тех, кто на курсе учится, в блоке кетч просто бросают, ну, у исключения есть метод print stack trace и его выводят. Он stack trace выводит просто. Вот, это в принципе нормально допустимо, когда вы что-то изучаете. Ну, в домашних заданиях мы особо не прикапываемся к этому тоже. Но в продакшн коде это не нужно. То есть, почему не нужно? Потому что вы выведите эту информацию в консоль и кроме консоли это ничего, никто не увидит. Если вам нужно просто именно вывести информацию об исключении, то используйте логирование. То есть, там, logback, log4j, slr4j и стандартные инструменты логирования в java. То есть, есть инструменты логирования. Опять я просто оговорюсь о них, мы сейчас по них не будем говорить. То есть, специальные библиотеки, которых можно внятный текст какой-то написать и само исключение передать. Оно тоже залогируется и в консоль может залогироваться так же, как вот print stack trace там напечатается. Но в чем принципиальная разница? Логеры вы можете очень гибко настроить. Во-первых, в разных форматах писать, и в консоль писать, и в файл писать, и в базу данных писать, и в систему мониторинга, или просто систему мониторинга подключить, вот чтобы она осмотрела файлы логера, которые в стандартных форматах. Ну, так далее. То есть, тоже такая распространенная ошибка забывают про инструменты логирования. Не забывайте о них и используйте для отладки именно, ну, не только для отладки, для вывода ошибок инструменты логирования. Плюс в этих инструментах есть разные уровни ошибок. Например, уровень дебаг, отладки, инфо, там разные уровни. То есть, вы в том числе для отладки можете вместо просто println использовать логер, и это, ну, более гибко будет. То есть, в разные места можете, в разных форматах выводить, и можете эти уровни отключать. Например, выводить в лог только ошибки, информационные сообщения, там дебага не выводить, либо все выводить. Вот. Ну, на этом мы про логеры остановимся сегодня. Так, в чате, как бы не реализованный метод, это же заглушка по факту, до окончательной версии она тоже допустима. Нет-нет-нет, давайте вернемся сюда. Вот, если вы допустимо говорите код слева, где возвращается false, либо null возвращается. Нет, я скажу, да, недопустимо даже, вот так жестко скажу, прямо. Почему недопустимо? Еще раз, потому что такой код может вас обмануть. Допустим, даже в библиотеке какой-то такой код. Вы взяли себе библиотеку, подключили, у вас вообще мысли не будут туда в исходнике лезть, только если ошибка, да, какая-то, тогда полезете. А так, документацию никто не читает, пока ошибка какая-то не произошла обычно. Поэтому вы, вот, как здесь в примере выше, например, будете использовать эту библиотечку. Там вот такие заглушки, и они вас обманут. Просто вы будете верить, что там что-то реализовано, что-то действительно работает, и оно, как бы, думается со стороны, что действительно работает, там возвращаются какие-то значения. А на самом деле значения нити не возвращаются. Вот. То есть тут можно оговорку сделать, если вы TDD применяете, да, Test Driving Development, и там вот, то есть с тестами. Ну, у вас, в принципе, быстро должны родиться тесты тогда такие, которые все ситуации обработают, и у вас метод будет реализован. И даже при TDD, как раз, зря я, наверное, про TDD сказал, что допустимо, как раз при TDD лучше вот начинать с такого. У нас вот это задание, то есть этот скриншот у меня тоже из задания по курсу Professional. Ну, сейчас уже изменили немножко задание. Раньше было вот именно такое задание, что реализовать список. И неспроста я это сюда взял. Если мы используем TDD и везде бросаем исключения, потом пишем тест, мы в тесте сразу понимаем, какой метод нам нужно реализовать. Ну, если немножко вернуться, то есть есть в методе, в классе Collections, например, методы Collections, Adol, Copy и некоторые другие. И нужно было реализовать вот этот лист так, чтобы вот эти методы в Collections работали. И реализовать причем минимум методов. То есть не обязательно было реализовывать все методы. И тогда для того, чтобы вам понять, какой метод вам нужен, а там хитрость есть одна в реализации, не очень как бы понятно, если вы просто вот так на код посмотрите. Ну, именно вот когда вы бросаете исключения, а потом пишете тест с этим методом Collections Copy, который копирует одну коллекцию в другую, вы сразу получаете ошибку в нужном методе каком-то, который вам требуется реализовать. Если у вас там не будет исключения, а будет Returnal, то вы как бы ошибки не получите, и вы подумаете, что у вас все работает. Вот, надеюсь, пояснил. То есть здесь я вот жестко очень скажу, что не надо вот такие заглушки делать. Нет. Если вы реализуете метод, то везде эксцепшены бросайте. Если вы мне не верите, то попробуйте именно подход с эксцепшенами, и я думаю, вы очень быстро поймете и прочувствуете пользу от такого подхода. Пока на какую-то проблему не нарветесь, когда вот вы получаете какое-то значение, ну, заглушечное, скажем так, которое на самом деле вас могут сильно обмануть где-то. Так, Unnamed 70643, надеюсь, пояснил. Если еще есть что подискутировать, то можете еще в чат написать. Может еще. Если я вас не убедил, то постараюсь еще убедить. Так, в кетч еще последний момент я не сказал. То есть лучше всего, если вы обрабатываете исключения, ну, либо какая-то логика у вас тут своя будет, либо можно в свое исключение обернуть, если здесь нет логики, наверх его передать. Вот, но тогда не забывайте вот это эксцепшен туда также встраивать, скажем так. И еще есть странные ситуации. Тоже вот я на практике, к счастью, не встречался, но в книжках читал, что такое бывает. Как-то странно исключения применяют именно не для обработки ошибок, а для изменения потока управления, либо каких-то, вот как на слайде, странных ситуаций. То есть что здесь? У нас вместо обычного какого-то for, либо for each цикла, зачем-то бесконечный цикл, он в методе try. И понятно, тут будет как бы, ну, индекс будет больше, чем у нас элементов в массе, в какой-то момент появится array-index, rebound-exception, мы его понимаем здесь, и вот. Ну, это очень странный код, надеюсь, вам вообще никогда не приведет в голову такой код писать. То есть исключение только для обработки ошибок используем. Так, довольно подробно поговорили про исключение. Если нет вопросов, давайте плюсики в чат и поговорим о следующем блоке, о комментировании. Так, и плюсики я попросил написать не о том. Давайте про комментарии. Напишите, хорошо или плохо комментарии в коде. То есть если много комментариев, это хорошо или плохо. Напишите комментарии и плюс или минус, или k плюс, k минус. То есть если комментариев, вы считаете, что хорошо, когда много-много комментариев, и минус, если считаете, что много комментариев, это плохо. Так, есть мнение, что чем больше, тем лучше. Так, другие мнения будут или нет? Ну, напишите в чат, либо просто подумайте. Я уже ждать не буду, я дальше буду продолжать. Вот, смотрите, такой у нас класс есть, employee. Что-то похожее мы видели. У нас, ну, прям вот так написан. У нас name, имя сотрудника, комментарий написан. Что-то did, id подразделения, прокомментировано возраст и gth. И вот такой код. Вот посмотрите на этот код и просто попытайтесь понять, что он делает. В чат не надо писать, просто попытайтесь понять и засеките, сколько времени вам понадобится понять, что делает этот код. Я секунд 10 подожду. Если вы за это время не успеете понять, то это тоже хорошо, это тоже результат. Так, ну, кто понял, молодец, кто не понял, еще больше, молодец. Вот, но, как вы понимаете, здесь нам можем, могут прийти на помощь комментарий. То есть, без комментариев мы должны, что здесь, как мы думаем, вот какой-то сумм, ладно, хоть переменная, да, внятно названа, employee, так, что здесь происходит, что-то суммируем, суммируем, так, да, здесь мы нашли сумму, дальше, дальше, b. Что за b? Ладно, b. Так, сумма делим на размер. Ага, это, наверное, среднее, да, и выводим, вот. Примерно так, да, мы размышляем. Если мы напишем комментарии, стало ли понятнее? Ну, наверное, если мы верим комментариев, мы можем просто на код даже не глядеть, а вот так находим, а, да, сумму нашли, нам среднее надо, все. То есть, мы комментариям верим, и проблем нет. Вроде как и понятно, понятнее стало. Но все ли хорошо? Комментарии нам, на самом деле, могут и врать. И вообще, когда мы хотим закомментировать вот какой-то блок кода, вот таким образом, это очень серьезный звоночек, чтобы этот кусок кода выделить в отдельный метод. Что мы с вами здесь и сделали в примере. Смотрите, ну, employees мы как-то запомнили, а дальше назвали внятно переменную, средний возраст, и выделили вот весь код, ну, не весь, вот эти два фрагмента в метод calc average age. Передали туда employees, и все. И метод print еще сделали. То есть, вот, если мы посмотрим на этот код, то нам здесь комментарии не нужны. Мы читаем его. Средний возраст равен, да, ну, метод тоже вычитать средний возраст, передали employee и напечатали все. Нам не важно вот на цикл смотреть. Нам это неинтересно. Мы хотим понять, что вот этот метод делает, как и раньше. Нам, в принципе, этот код не был важен. Мы вот хотели вообще логику понять, что здесь происходит. Вот. И глядя вот на такой измененный код, мы сразу видим, сразу читаем, да, если все названо более-менее корректно, сразу понимаем, о чем идет речь. Если нам нужно как бы уже вовнутрь залезть и понять, что там внутри происходит, ну, мы залезем сюда и уже посмотрим вот в эти методы, которые выделили. Если сюда посмотрим на метод calc average age, вот сумм, и выделили отдельный метод для высчитывания суммы, calc age sum, employees. Мы тоже уже, нам не нужно в этот метод внутрь залазить, чтобы понять, что он делает. При этом, конечно, название должно соответствовать тому, что он делает. Не должно врать. Это другая проблема. То есть, если метод делает один, одно, а называется он по-другому, он может нам наврать. Это вопрос об именовании. Об этом вчера говорили. Так вот, мы сюда смотрим и все понимаем тоже. Сумма, средняя и возвращаем средняя. И calc age sum тоже, если надо, мы сюда уже залезем и посчитаем. Тут, кстати, описка у меня. Тут описка. Тут вот такое должно быть. То есть, к чему все это? Если у вас есть кусок кода, который вы хотите, вот прям вот чувствуете, надо комментировать и пишите комментарий, то остановитесь. Выделяете этот кусок кода в отдельный метод приватный и называете его тем комментарием, который вы хотели написать, но на английском языке. Ну, примерно вот так. Не бойтесь выделять приватные методы. Такая боязнь есть. Вроде как, зачем выделить метод, если он будет использоваться только один раз? Это вот как бы такая логика. Если вы, может, там C работали с ассемблером, тем более, вы хотите что-то оптимизировать, там вызывается один раз, зачем мне лишний переход процессора, инструкция перехода в метод. Нет, мы это все здесь забываем. Мы здесь прочитаемость кода. То есть, сравните, что было и что стало. Две строчки вместо большого количества строк и комментариев. То есть, еще раз, куски кода не бойтесь выделять в приватные методы, приватные, которые один раз вызываются, но они именно для удобочитаемости кода. Вот в чате хорошо написали самодокументированный код. И в идеале у вас, на самом деле, комментариев быть в коде вообще не должно. Вот идеальный, самый идеальный код вообще без комментариев. Абсолютно без комментариев. То есть, у вас весь код должен быть понятен по именованию переменных методов. То есть, читая его, вы должны понимать просто, что в нем происходит. В чате комментарии еще лишний код играет роль комментариев. Ну, под лишним кодом вы, наверное, вот эти как бы выделения методов имеете в виду. Ну, я бы не называл это лишним кодом. Ну, пусть будет так, если так вам более понятно. Вот. То есть, да, как бы имена методов играют роль комментариев. И это тоже очень важно, что я хочу, чтобы вы вынесли с этого занятия, что очень важно выделять. То есть, наверное, вы часто встречали рекомендации, пишите методы маленькими, чтобы там они на один экран влезали и тому подобное. И это очень хорошая рекомендация. Но как ей следовать? А вот один из способов, один из инструментов – это как раз части кода выделять в методы. То есть, вот здесь у нас вон сколько строчек было, а получили мы вместо вот этого десятка две строчки. Да, внутри все тоже осталось, но нам это неинтересно, когда мы вот говорим об этом куске кода. Вот. Я так долго на этом заостряю внимание, но чтобы уже совсем разжевать, чтобы было понятно. Так, в чате. Если почитать строчки, то кода как бы больше. Ну, да, если в сумме почитать, но с точки зрения читаемости, я думаю, ну, как бы здесь споров нет. Стало читаемей. При корректном названии методов, конечно. Если вот этот метод назвать ABCD и FG какой-нибудь, то, конечно, это только еще сильнее запутает. Это вопрос именования. Вопрос именования – это один из самых сложных вопросов вообще в IT-индустрии. То есть, у нас два самых, самые большие проблемы. Это проблема именования, то есть переменных методов. А вторая проблема – это инвалидация кэша. Вот, почитайте, кому интересно на досуге. И вернемся к классу, к нашему. Вот относительно этих комментариев. Эти комментарии, вот имя сотрудника, оно просто лишний комментарий. Просто здесь нейм и так. Понятно, что это он в классе employee, это имя сотрудника. То есть, этот комментарий просто не нужен. Абсолютно. Он лишний. Комментарий кейдж тоже лишний. Тоже совсем не нужен. DID, ID подразделения, просто нужно переименовать и назвать внятно. Department ID, и тогда тоже ID подразделения будет не нужен. Вот, таким образом, комментарии нам не нужны. А вот в этом куске кода, где мы читаем сумму, видите, я специально назвал переменную i. Кто считает, что это плохо? Кто бы назвал ее employee полностью? Вот в этом куске. Напишите, и напишите, если так бы оставили employee, если назвали бы employee. Ну, или как бы вы назвали. Может, ample, либо еще как-то. Вот, и конкретно в данном фрагменте, конкретно в данном методе, в данном куске кода. Вот это переменно и плохо, или хорошо с точки зрения читаемости. Подожду ответов. Напомню, у нас задержка небольшая. Секунд 20, наверное. То есть, хорошо ли вот так вот сокращать в одну букву в таком месте. Так, еще будут варианты. В чате ответ блок кода маленький, можно экономить на длине. Да, я к этому уже хотел сказать. То есть, если у вас область видимости маленькая, а надо стараться делать область видимости маленькой, то есть, если вот эта переменная в цикле, то ничего страшного, что она такая называется и просто. То есть, читая этот код, вы видите, понимаете, о чем идет речь. Тут не десяток строк даже, да, а гораздо меньше. То есть, в принципе, ничего страшного, что она так названа. Другое дело, извините, что этот код вот в цикле for может разрастись, стать большим-большим-большим на несколько страниц, и тогда это уже будет не очень понятно. Вам придется листать туда-сюда, вспоминать, что такое, и это может к проблемам привести. То есть, с такой стороны лучше все-таки называть employee. Вот, то есть, тут и такой, и такой вариант подходит, но именно потому, что метод маленький. То есть, если бы и, или там другая какая-то однобуквенная, однобуквенное имя было у поля в классе, то это, конечно, недопустимо. Ее надо более внятно называть, ну, тот же employee. Вот, а когда область видимости маленькая, вы вот глазами все видите, тут три строчки, две строчки, да, ну, как бы ничего страшного. Вот. Если он не разрастется до нескольких экранов, то все замечательно. А если разрастется, то есть повод выделить какие-то, может, методы приватные, как мы говорили чуть ранее, либо переменную переименовать, ну, либо можно перестраховаться, все равно employee назвать ее. Вот. То есть тут и то, и то, допустимо. Идея, да, полная предложит, ну, тут как бы так уже. Ну, давайте тут разобрались, двигаться дальше. Вот такая ситуация, код закомментированный. Это совсем плохо. Никогда не комментируйте, не то, что не комментируйте, то есть, когда вы работаете, пишете, ну, что-то реализуете, ошибки там исправляете, да, код пишете, конечно, у вас закомментированный код появляется. И у меня появляются, и у других появляются, то есть, что-то закомментировали, попробовали, написали, раскомментировали, другое закомментировали и так далее. Это как бы обычный процесс работы над кодом. Но не нужно комитить закомментированный код в гид, в гид, либо в другую систему контроля версий. Вот это недопустимо. Вот если такой код вы увидите, что здесь? Вообще непонятно. Вот это, ну, предыдущий пример, да, ну, какие-то вот тут закомментированные куски, а зачем они? А что это значит? Вот внизу вот тут println написано, потом через printf. Что это? Хотели так сделать, оставили так или на будущее, или что? Вообще непонятно. То есть закомментированного кода в репозитории быть не должно. То есть он только путает и непонятно, что с ним делать. То есть если вы его удалите, что это? Ну, как бы оно откомпилируется, конечно, но ваш коллега, который это закомментировал, как на это отреагирует? То есть система контроля версий на то и нужна, чтобы всю историю сохранять и не держать код закомментированный. вот это тоже важно, это ну, у начинающих особенно такая проблема бывает. Тоже возьмите себе это на заметку обязательно. Итак, если подытожить по комментированию, то есть в идеальном коде комментариев у нас быть не должно, но идеального кода у нас не бывает, как вы понимаете. Поэтому все-таки комментарии у нас встречаются. Максимально код должен говорить сам за себя. То есть правильные методы, не бойтесь выделять методы приватные именно с точки зрения читаемости кода. Если какие-то хитрые алгоритмы, какие-то ситуации возникают, нетривиальные, то, конечно, их нужно откомментировать, написать, почему вы здесь то или иное решение применили. То есть не то, что нельзя писать комментарии, их нужно, но по месту какие-то ситуации описывать. Проблема комментариев еще, что они могут врать, то есть код изменяется, а комментарии у вас остаются неизмененным, кто-то не подправил, но это уже надо более внимательно просто относиться к коду, смотреть, что где комментарии, и если код изменяете, если соответствующий комментарий есть, тоже его подправлять. Но бывают и очень полезные комментарии, это java.doki, о чем в чате тоже было написано. Java.doki очень полезно и нужно писать, особенно для библиотек. То есть что такое java.dok? Это специальный синтаксис, размеченный, который комментируется методы, классы, и поэтому синтаксисом потом генерируется документация, в том числе идея, например, выводит подсказки из java.doki. То есть для чего нужны java.doki? Если вы особенно нужны, обязательно, если вы какие-то библиотечные пишите, классы, то есть либо полностью java.doki делаете, да, или у вас какой-то фреймворк, вы пишите там, ну, спринг, не спринг, и распространяете кому-то именно как библиотеку какую-то, тогда, конечно, чтобы пользователи знали, как пользоваться, java.doki нужно написать. то есть именно описывается внешнее API, то есть как работать, да, описание интерфейсов и так далее. Вот на скриншоте пример описания метода add в интерфейсе list, то есть что это за метод, как он должен себя вести, какие исключения бросает и так далее. То есть подробно на синтаксе, если мы не останавливаемся, просто вот хочу сказать, что java.doki для именно методов, которые вы выставляете наружу, очень весьма желательны и обязательны. Вот, то есть это интерфейс либо какие-то другие публичные методы. Вот, ну, тот же API jdk можно в пример привести, то есть этот сайт полностью сгенерирован из java.doki то есть если куда-то зайти, провалиться там в модуле, в классы, вот есть описание, вот описание, это где-то в классе написано в виде java.doki так, ну, тут не очень показательный пример я открыл, ну, давайте что-нибудь другое откроем. Ну, тут описание методов, интерфейс рано был, один метод, что он делает, но ты вот, думаю, сталкивались с такой документацией, может, сами не читали, но если гуглили что-то всяком, иногда ее сложновато читать, то есть часто оригинальная документация сложна в прочтении, но тем не менее когда-то дорастете и будете читать документацию оригинальную. Поэтому еще раз, java.doki очень полезны, они как бы немножко выбиваются из комментариев. Так, немножко про тестируемость и dependency inversion еще поговорим. И это последняя тема на сегодня. Часто тоже вы, наверное, что надо писать код, который удобно тестировать и так далее. один из подходов это инвертирование зависимостей, либо внедрение зависимостей. Там немножко есть разница в этих терминах, но мы не будем сейчас углубляться. Давайте просто, например, посмотрим, как нам лучше проектировать классы, чтобы было нам проще с ними работать. Вот у нас есть, например, person service, такой класс, который что-то делает с людьми, с person при этом ему надо работать с базой данных. С базой данных он работает через объект person DAO. Data это DAO data access object, то есть вся логика работы с базой данных у нас вот в этом объекте person DAO. И мы вот этот person DAO, то есть вот этот person DAO у нас интерфейс, а person DAO impl это как бы уже какая-то реализация. Мы в конструкторе person service прямо сюда в поле DAO пишем, что у нас вот такая реализация этого person DAO будет. И какой-то адрес базы данных например передали, либо что-то другое там не суть. Какие здесь недостатки? Допустим у нас мы хотим протестировать и вместо настоящей реализации работы с базой данных вот сюда в этот DAO передать какую-то заглушку. туда какие-то константные значения записать либо еще что-то. То есть чтобы не поднимать базу данных например которые вот этот класс person DAO требует мы хотели бы сюда какой-то другой объект передать но мы не сможем это сделать почему потому что вот у нас зашит мы person service создаем через new person service пишем он ничего не принимает все он внутри сразу создает этот объект а там свои какие-то зависимости и так далее вот как эта проблема решается то есть этот подход называется инверсией зависимости этот person DAO мы в конструктор передаем где-то снаружи мы его создали и передаем вот сюда в person service и запоминаем вот в этот DAO тогда мы сюда сможем передать любое любую реализацию то есть здесь еще можно принимание на пользу работы с интерфейсами то есть тут может сложно уже пойдет материал насколько вы с интерфейсами с ООП знакомы ну вот мы сюда можем передать любую реализацию person DAO то есть пишем какую-то заглушку где просто какой-то у нас рейлист например этих персонов внутри и мы просто в памяти храним сюда передаем а персон сервис у нас прозрачно с этим DAO работает он и не подозревает что он не с базой данных работает а с чем-то другим вот и вот этот подход именно очень помогает в тестировании то есть мы не только в тестировании в других моментах тоже но в частности в тестировании очень хорошо то есть мы сюда передаем какой-то специальный объект потом проверяем например в нем что сохранилось что не сохранилось базу данных не поднимаем а работаем вот с нашим какой-то нашей какой-то заглушкой вот то есть более подробно наверное тут не буду уже останавливаться то есть еще раз какой тут важный подход то есть мы работаем на уровне интерфейсов объявляем поля как интерфейсы и создаем вот эти экземпляры зависимостей не внутри а создаем где-то снаружи и сюда передаем уже то есть снаружи это мы можем просто в классе main в методе main создать то есть person.down создать потом person.service создать и сюда его передать либо этим всем может так называемый iocontainer заведовать о Spring я упоминал сегодня может тоже слышали Spring Framework если в java будете дальше развиваться то вы так или иначе с ним столкнетесь ну то есть это такая большая такая фабрика объектов которая по определенным правилам может просто создавать и инжектировать сюда эти объекты но мы сегодня усложнять не будем в ту сторону просто вот такую структуру запомните что именно передача зависимости в параметре в параметре конструктора то есть если в конструкторе у вас нью встречается то это звоночек сделать вот такой инжект как бы внедрение зависимости и тогда будет вам в дальнейшем вы очень ощутите пользу такого подхода окей сегодня у нас все на занятии пожалуйста попрошу по сегодняшнему занятию заполнить опрос и ждем вас на курсе надеюсь занятие сегодняшнее было полезным вы что-то для себя взяли что-то может я очень скользь рассказал что-то может более подробно до встречи на других мероприятиях отуса и надеюсь на курсе так переменные методы где можно подробно взять другого вебинара я так вы же задавали вначале вопрос 53 иерархию классов переменных методов я не очень вопрос понимаю ваш честно говоря я не помню на память был ли у нас такой вебинар не буду обманывать не скажу не знаю что что вам ответить к сожалению на этот вопрос то есть я и вопрос до конца не очень понял если про ООП про наследование про про полиморфизм можно статьи почитать книжки философия джава хорошая книжка она правда по старой джаве довольно старая версия но вот именно вот эти основы про ООП про но ООП и другие базовые вещи в джава она довольно таки хорошая и актуальности еще не потеряла ну до какого-то уровня то есть там с джава восьмой довольно много в каждой версии каких-то более-менее таких серьезных изменений пошли конечно там этого нет но именно как бы основа можете взять философия джава книга называется философия джава брус по-моему так называется на английском thinking in java так ну да хорошо что было полезно но по книге философия джава не забудьте что она по старым версиям то есть если вы только по ней будете изучать джава вот сейчас вас могут не понять если вы придете на собеседование вас могут спрашивать вещи которых там нет то есть это вы ее берете как за начало за базу а дальше по восьмой джаве там по девятой десятой уже дальше читаете смотрите вот то есть там такие основы ну и туториалы на сайте оракла тоже есть ну java tutorials оракл что они такое гуглите но они на английском правда довольно неплохие именно про концепции я не помню а про саму про саму джаву там неплохо так ну еще раз всем спасибо что пришли на занятие сегодня что активны были за вопросы и до встречи я не 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 Продолжение следует...